Мы приветствуем вас из Киева. В эфире ЕТВ главные новости из Украины. В студии Елена Чебак. Тысячи прихожан собрались в Киеве на Владимирской горке накануне Дня Крещения Руси Украина. Люди съехались в столицу из разных городов Украины для молебна. Место для молитвы выбрали не случайно. Именно с этой горы князь Владимир наблюдал крещение киевлян в водах Днепра. В пятницу верующие проведут божественную литургию. Есть общие прошения о спасении Родины. И есть частные прошения о спасении детей, о спасении семьи, об исцелении от различных болезней. Дело в том, что общение с Богом многогранно. И у каждого из нас есть множество вопросов, по которому каждый из людей хотел бы получить утешение от Бога. США за три года выделили 600 миллионов долларов помощи вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Помощь предоставлялась в виде материально-технического обеспечения и в виде подготовки военнослужащих. Оборонное ведомство благодарит американское правительство за постоянное внимание к ситуации в Украине, а также помощь и поддержку. Из зоны АТО в Хорватию 100 детей из Донбасса отправились отдыхать на Балканы. Там проведут 10 дней. Побывают на Адриатическом побережье. Ознакомятся с местной культурой и традициями. Провожал юных туристов Владимир Гросул. Родной дом в Луганской области Дима вынужден был покинуть еще три года назад. Боевики самопровозглашенной республики ЛНР оккупировали его город Попасную. Сейчас парень переехал в северо-донецк и начал новую жизнь. Ожидает ярких впечатлений от поездки в Хорватию. Я был в Австрии, тоже ездил. А в Хорватии не был еще. Ну, видит страну, что это за страна. Посидит там, множество экскурсий, надеюсь, что буду там. Десятилетний Саша также переехал в северо-донецк. Признается, главное ожидание от путешествия – это море. Море. Получить море в хорошем удовольствии. Слушать музыку там такое. Организовали балканский вояж для детей Министерства временно оккупированных территорий и благотворительный фонд «Каритас». Финансово поездку поддержала гуманитарная акция «Отца Франциска. Папа для Украины». Организаторы считают, что такие путешествия помогают психологически реабилитироваться детям из зоны АТО. Любые поездки – это приключения. Для детей это будет развлечение, которое они смогут принести в свою жизнь. Это будет положительный опыт, в первую очередь культурный. Они поделятся им у себя в школе и в городе. Всего до конца лета на оздоровление в Хорватию отправятся три сотни детей в возрасте от 10 до 15 лет. Владимир Гроссов, Владислав Посудевский, ЮЭй ТВ. Российские наемники инсценируют теракты на Донбассе для того, чтобы обвинить украинскую сторону в срыве минских договоренностей. По данным Главного управления разведки Украины, постановочные обстрелы готовят в Кальмеусском районе, недалеко от Донецка. Для съемки сюжетов российским инструкторам поручили собрать журналистов пропагандистских СМИ. 100 миллионов долларов задолжали так называемые ДНР и ЛНР за поставляемую им электроэнергию. Долг накопился с мая 2015 года, сообщил исполняющий обязанности директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук. С 26 июля Украина прекратила поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Донецкой области. На неподконтрольной территории Луганской области украинский свет не поставляют с мая прошлого года. Осужденному крымчанину Руслану Зейтулаеву увеличили срок заключения с 12 до 15 лет. Такой вердикт Верховного суда России. Несмотря на апелляции защиты, Зейтулаева обвиняют в терроризме. Сам крымский татарин заявляет, это клевета, которая строится на показаниях неких засекреченных свидетелей. И отмечает, в России понятие терроризм искажено. После объявления приговора Зейтулаев вновь объявил голодовку в ростовском СИЗО. Требует допустить к нему омбудсмена и консула, а также вернуть его в Украину. В очередной раз в тяжелом положении оказался. И чтобы это положение улучшить, только единство может нам помочь. Какие бы только доводы защита не приводила и доказательства к своим обоснованиям, принимаются лишь общие умозаключения стороны обвинения. А доводы защиты, ходатайство защиты, свидетели защиты, они вообще не берутся во внимание. Юридическую несостоятельность этого дела мы доказали сполна. Сейчас мы отправляем все материалы по троим ребятам, которые были осуждены вместе с Русланом, уже дела и уже коммуницированы в ЕСПЧ. По Руслану Зейтулаеву мы будем отправлять также жалобу в Европейский суд по правам человека. И мы готовим материалы, конечно же, на Международный уголовный суд и на суд справедливости ООН. Владимир Путин назначил нового постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций. Новым послом станет Василий Небензи, кадровый дипломат, работающий в Министерстве иностранных дел с 1983 года. До назначения в ООН был заместителем главы МИТРФ Сергея Лаврова. Василий Небензи сменит на посту исполняющего обязанности постпреда России Петря Ильичева. 15 лет поисков истины во Львове чтят погибших на Скниловском аэродроме. Авиакатастрофа произошла 27 июля 2002 года во время празднования юбилея 14-го авиационного корпуса ВВС Украины. В результате падения истребителя Су-27 на зрителей погибли 77 человек. Среди них 28 детей. Пострадали около 500 человек. Сами пилоты успели катапультироваться. Украинский суд привлек к ответственности 10 человек. Сейчас двое летчиков уже на свободе. А вот из организаторов шоу никто наказан не был. Никаких решений не вынес и Европейский суд по правам человека. По количеству погибших событий считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных шоу. Видеокадры этого трехлетнего малыша влетели все мировые издания. Остапа Хмеля спасла маму, она накрыла сына своим телом. Сегодня парню 18. Помню именно этот момент, дорогу. Как самолеты стояли, когда все уже произошло, когда паника была, крики, милиция, скорая. После самой трагедии было немного трудно. К детским психологам ходил, игры всякие проводили. Со временем уже стало забываться. Если бы не было психологов, было бы трудно. Еще шесть лет были воспоминания. 12 миллионов долларов заработала государственная зерновая корпорация за шесть месяцев текущего года. Сотрудники отметили, в прошлом году за аналогичный период убытки составляли около 3 миллионов долларов. Негативный финансовый результат наблюдался четыре года подряд. В 2012 году компания привлекла кредит от экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 миллиарда долларов. Украина обошла Россию по экспорту зерна, что помогло стране нарастить продажи. И какой урожай зерновых планируют собрать в этом году, в нашем следующем сюжете. Пока тяжелую промышленность лихорадит, аграрный сектор Украины набирает обороты и приносит 12% ВВП. Почти 200 стран мира сегодня нуждаются в украинской продукции, говорят эксперты. Мы с вами долгое время ехали в вагоне, который тянул за собой поезд металлургии, энергетики. А сейчас нашим паровозом является сельское хозяйство. Украина в прошлом году экспортировала 43 миллиона тонн зерновых. Главные покупатели – Египет, Иран, Китай, Индия. Мы в этом году выиграли от того, что больше экспортировали продукцию в Турцию, чем Российская Федерация. Ровно по той причине, что пока у них шли внутренние торговые войны между собой, Турция закупала украинское зерно и при этом всем отказывалась покупать российское. В новом маркетинговом году продать удастся меньше, прогнозируют аналитики. Порядка 40 миллионов тонн. Причина тому – погода. Из-за неустойчивых температур уборка зерновых идет с опозданием. На сегодняшний день убрано где-то порядка 17,5 миллионов тонн валовый сбор. Это самые свежие данные на 25 число. Есть опаздывание где-то на 10 дней и есть уменьшение валового производства где-то в этих же порядках 7-8%. Опережаем только рапс из-за больших посевных площадей. Негативно сказалось на урожае и весенняя засуха. Засуха начала развиваться даже не с апреля, а с января. Если взять календарный год, то Украина, большая часть территории Украины получила 50-60% нормы климатической дождей. 2016-й был рекордным для Украины по сбору зерновых – 66 миллионов тонн. Повторить результат в этом году не удастся. По прогнозу Минцельхоз США соберет около 62 миллионов тонн. Но и при этих показателях, отмечают аналитики, заработать на экспорте стране удастся. Дорога в Европу. Строительство Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах подходит к концу. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзалезницы. Стройка завершится осенью этого года. Дальше подготовят полотно на подходах к новому тоннелю. Проведут колеи и линии электропередач. Полностью все будет готово уже к маю 2018 года. Запуск тоннеля увеличит пропускную способность европейского транспортного коридора. Италия, Словения, Венгрия, Словакия, Украина. За сутки тут смогут проезжать 100 поездов со скоростью 60 км в час. Это все новости к этому часу. Мы увидимся ровно через два часа. Оставайтесь вместе с ЕТВ для того, чтобы не пропустить главного.